Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов и сравнений, но также и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это довольно-таки молодой кроссовер, который только-только начал обживаться на вторичном рынке, причем семиместный. Встречайте, Skoda Kodiaq. Skoda Kodiaq первого и пока единственного поколения встал на конвейер в 2016 году и продолжает выпускаться до сих пор. В 2021 году машину подвергли рестайлингу. Этот автомобиль построен на универсальной платформе MQB, на ней же базируется и второго поколения Volkswagen Tiguan. На российском рынке Skoda Kodiaq вы могли купить с одним из трех вариантов двигателя. Объемом 1,4 литра на 150 лошадиных сил, объемом 2 литра на 180 лошадиных сил, бензиновый агрегат и двухлитровый дизель на 150 лошадиных сил. Коробки передач на этих автомобилях могли быть либо механическими на версиях 1,4, либо роботизированными на всех остальных автомобилях. Выбор по типу привода был предоставлен только покупателям автомобилей с младшим силовым агрегатом. На двухлитровых моторах, что бензиновых, что дизельных, привод всегда был полным. При этом российскую прописку эти автомобили получили только с 2018 года, когда запустили локализованное производство. Автомобили 2016 и 2017 годов выпуска поставлялись к нам собранными в Чехии. Наш сегодняшний экземпляр 2018 года выпуска – это дорестайлинг с мотором 2 литра бензина на 180 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и полным приводом. По традиции начинаем обзор с разговора про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или плохо он сопротивляется ржавчине. В том, что касается толщины лакокрасочного покрытия, Skoda Kodiaq несколько толще окрашен, нежели большинство японских либо корейских машин. Показания толщиномера в случае с этими автомобилями, скорее всего, будут лежать в пределах 110-160 микрон. Что касается устойчивости лакокрасочного покрытия к царапинам и сколам, несмотря на несколько более толстый слой окрасок, чем на многих аналогах, сколы и царапки на кузове Kodiaq тем не менее появляются, особенно на автомобилях, на которых часто ездят по трассам. И на всякий пожарный, сколы эти на будущее лучше своевременно подлечивать. Хотя по части коррозии Skoda Kodiaq держится молодцом. Однако к вопросу о коррозионной стойкости Skoda Kodiaq будет иметь смысл вернуться лет эдак через пять, когда экземпляры первых годов выпуска разменяют 10-11-летний рубеж. В целом, хотелось бы выразить надежду, что дефекты, встречающиеся на Октавиях и Тигуанах первого поколения в виде отслаивающегося ЛКП точечно в некоторых местах, обойдут Skoda Kodiaq стороной. В целом же, будущим владельцам Kodiaq, и особенно людям, которые будут покупать этот автомобиль через несколько лет в еще более возрастном состоянии, чем они есть сейчас, имеет смысл обратить внимание на внутреннюю часть крыльев за подкрылками, поскольку здесь абсолютно открытое пространство, достаточно большие щели, в этих местах будут так или иначе скапливаться листья, пыль, грязь, и в случае попадания влаги все это начнет преть, создавая как раз-таки благоприятную среду для коррозии. И некоторые владельцы Skoda Kodiaq в свою очередь дорабатывают кое-какие упущения производителя, устанавливая сюда, например, сетки. Стоит упомянуть также один неожиданный момент, связанный с кузовом, с которым могут столкнуться владельцы Skoda Kodiaq 2019 года выпуска, поскольку именно в этом году на конвейер то ли была поставлена партия бракованных стекол для пятой двери, то ли с установкой как-то намудрили, но факт остается фактом. Достаточно большое количество людей, купивших Kodiaq этого года выпуска, так или иначе столкнулось с необходимостью замены заднего стекла. Как правило, это делали по гарантии, ну а родное стекло просто лопалось. Ну а теперь поговорим про силовые установки Skoda Kodiaq. Под капотом этого автомобиля, так же как и под капотом Volkswagen Tiguan второй генерации, первым в линейке располагался двигатель объемом 1,4 литра в двух вариантах мощностного исполнения. Большая часть таких автомобилей имеет 150 лошадиных сил, но встречаются базовые комплектации, где двигатель развивает 125 лошадиных сил. В общем и в целом оба мотора 1,4 относятся к семейству EA211. Однако имеют между собой некоторые различия, так в частности отличаются на них турбины и количество позавращателей. На более мощном моторе стоит две муфты позавращателя, на впуске и на выпуске, ну а на менее мощном всего одна. Двигатель этот представляет собой по конфигурации рядную четверку. Блок цилиндров здесь выполнен из алюминия и имеет внутри чугунные гильзы. Помимо турбины на этих двигателях применяется также топливный насос высокого давления и соответствующие форсунки. Нельзя не отметить применительно к EA211 и достаточно интересную конструктивную особенность. Головка блока цилиндров на этих моторах развернута на 180 градусов по сравнению с обычными. И если на большинстве двигателей выпускной коллектор у вас будет находиться спереди, а впускной сзади, на этих двигателях все будет наоборот. В данном случае выпускной коллектор совмещен с самой головкой блока цилиндров, что приводит к неожиданному плюсу. Моторы этой серии, несмотря на свой маленький объем, очень быстро выходят на рабочую температуру. И при этом назвать что Kodiaq, что Tiguan 1.4 холодным, язык не повернется. Для эксплуатации в регионах с холодным климатом такая конфигурация однозначный плюс. Что касается привода ГРМ, то если на ранних версиях предыдущих серий EA111, которые как раз и снискали себе дурную славу, будучи достаточно сырыми к моменту попадания на конвейер, вместо цепи, которая отличалась не особо хорошим сроком службы, на этих моторах применили ремень ГРМ. Официальный регламент предписывает делать это в последующем каждые 30 тысяч до самой замены. Но мы просто рекомендовали бы поменять его заблаговременно. Также нельзя не отметить одно достаточно интересное решение, которое встречается на 211 серии моторов. Это помпа системы охлаждения, совмещенный в видимый блок с двумя термостатами. При покупке подобного автомобиля нужно обязательно осмотреть место крепления этого узла к блоку на предмет отсутствия течи. Хорошо, если обнаружившаяся течь решится заменой прокладки этой самой помпы, но в некоторых случаях, возможно, придется поменять ее саму, поскольку корпус ее пластиковый, и рано или поздно данный узел может сдаться. Корпус потеряет герметичность, что приведет к последующей замене. Не сказать, что она стоит с чрезмерно больших денег, но дороже, чем на некоторых других автомобилях, где стоит обычная насос система охождения. Что касается, например, расхода масла, то по большому счету все проблемы ЕА-211 остались где-то в 2013 году, плюс-минус. И к моменту, когда данная серия моторов добралась до Кодиака, проблему с масложором концерн ЛАГ в большинстве своем победил. Хотя норма расхода масла на угары прописана в районе пол-литра на тысячу километров пробега, на практике данный двигатель в исправном состоянии потребляет до 100 грамм на тысячу километров пробега. То есть расход этот выражен не слишком явно. К ресурсу самой турбины на этих двигателях вопросов нет. Проблемы по этой части чаще бывают вызваны закисанием актуатора перепускного клапана турбокомпрессора. Соответственно, чтобы избежать этой проблемы, на автомобиле следует периодически ездить на высоких оборотах, чтобы турбина поработала во всех режимах наддува. Хотя, если актуатор у вас все-таки вышел из строя, то менять всю турбину не обязательно. Есть вполне оригинальный официальный ремкомплект. Еще одной особенностью двигателей серии EA211 является тарахтение, исходящее со стороны ремня ГРМ при работе на холодную, где-то в течение около 3-4 минут, пока двигатель не начнет прогреваться. Это считается норма, никакая не патология и какого-либо вмешательства не требуется. В остальном, что касается ресурса, EA211, то есть мотор объемом 1,4 литра, со вполне приличной мощностью, при условии, что вы будете его регулярно обслуживать, вовремя менять массу, следить за состоянием свечей зажигания и не допускать перегревов, способен отработать порядка 250-300 тысяч километров пробега, что в современных реалиях не так уж и мало. Кстати, несмотря на официально рекомендованный в мануале 95-й бензин, лучше все-таки использовать 98-й, с поправкой на отечественные реалии. Второй двигатель – это бензиновый агрегат объемом 2 литра. Его маркировка – ЦЗПА. Это самый современный вариант двигателя семейства EA38. Он появился только в 2016 году, и по большому счету пробеги у автомобилей с подобными моторами еще не особо велики, чтобы говорить о каких-то характерных проблемах, которые, так или иначе, этот двигатель способен преподнести. Что собой представляет по конфигурации этот 2-литровый мотор на 180 лошадиных сил? Это рядная четверка, блок цилиндров здесь выполнен из чугуна, здесь у нас также использован турбонаддув, здесь есть ТНВД, соответственно, форсунки высокого давления, привод ГРМ на этом двигателе цепной, в отличие от мотора 1.4, ресурс этой цепи до замены где-то около плюс-минус 150 тысяч километров. Опять же, многое будет зависеть от режима эксплуатации и от качества масла, которое вы будете сюда заливать. На этом моторе, так же как и на двигателе 1.4, есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому заморачиваться с регулировкой не придется. Что касается каких-либо характерных проблем для двигателя EA38, вот в этой последней реинкарнации можно отметить несколько моментов. Первый, это деформация и, соответственно, возможная течь помпы, поскольку корпус данного узла выполнен также из пластика, поэтому при осмотре подобного автомобиля на район дислокации насоса системы охлаждения особое внимание, там не должно быть течи антифриза. Второй момент, связанный непосредственно с поршневой группой, и этот момент как раз-таки расход масла на угар, поскольку достаточно большое количество владельцев автомобилей с 2-литровым бензиновым двигателем отмечают, что расход этот есть. Поэтому, если вы покупаете себе подобную машину, возьмите за правило контролировать уровень масла регулярно. Ну и третий момент, правда он единичный, то есть массового характера эти вещи не носят. На этих двигателях, так же как на некоторых дизелях Мерседеса, применяется маслонасос, скажем так, двухрежимный. То есть маслонасос может работать в режиме низкой производительности, когда не нужно создавать высокое давление, и в режиме высокой производительности на высоких оборотах. Что может произойти, если этот маслонасос застрянет в режиме низкопроизводительном, на высоких оборотах, я думаю, пояснять не нужно. Но опять же, применительно к этим моторам, в случае выхода из строя маслонасоса единичным. В целом же, если говорить про ресурс подобного двигателя, то при условии регулярной замены масла, использования 98-го бензина и качественного горючисмазочного материала этот мотор способен отходить весьма и весьма немаленький по меркам тубоагрегатов пробеги в районе 350-400 тысяч километров до первого вмешательства. Ну и последний двигатель под капотом Кодиака, также 2 литра, но на тяжелом топливе. 2 литровый дизель носит маркировку DFGA, этот двигатель развивает 150 лошадиных сил и самое интересное по своей конструкции для дизельного мотора он достаточно простой, поясним что мы имеем ввиду. По конфигурации DFGA это 4 цилиндра, чугунный блок, что само собой как на большинстве дизельных моторов, привод ГРМ ременный, интервал замены ремня около 100-110 тысяч километров пробега. До обрыва лучше не доводить, последствия будут весьма дорогостоящими. На дизельном двигателе естественно применяется турбонаддув, а вот по части форсунок компания VAG, можно сказать, пошла навстречу потребителю и вместо капризных пьезофорсунок поставила обычные электромагнитные. Нет на этом двигателе и фазовращателей, поэтому каких-либо проблем с ними тоже быть соответственно не может. Зато есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, возиться с регулировкой, подбором толкателей и так далее вам не придется. В целом дизель ДФГА это весьма и весьма ресурсный агрегат. При условии использования хорошей солярки и качественных горючисмазочных материалов, этот двигатель способен проехать 350, 380 и более тысяч километров пробега. Но после пробега в 100-120 может потребоваться обновление прокладок. Так, в частности, данные моторы имеют привычку подтекать маслом, в том числе и по клапанной крышке. Так же, как и на бензиновых моторах, нужно смотреть за тем, чтобы не бежала помпа, система охлаждения. А кроме того, простота конструкции данного двигателя, выразившаяся в том, что компания не стала ставить сюда балансирные валы, либо блок балансирных валов, совмещенный с маслонасосом, как на некоторых корейских автомобилях, привела к тому, что данный дизель получился довольно вибронагруженным и, кстати сказать, шумным. Но если для вас в приоритете ресурс, то последние вещи особо вас волновать не будут. Пожалуй, единственным проблемным местом для данного дизельного двигателя можно обозначить экологию, а именно сажевый фильтр, который менять на новый будет достаточно дорого, а ампутировать его и перепрошиться под более низкий экологический класс может оказаться дешевле. Какой вариант предпочесть, решать будете уже только вы. Помимо солидного ресурса, дизель DFGA имеет еще одну приятную особенность в данной двигателе, в отличие от, например, 2-литровых бензиновых, практически не склонны к расходу масла на угар. Что касается Шкоды Кадьяк, выбор по типу трансмиссии был доступен только для покупателей младшего мотора 1,4 литра. Вот они могли выбирать между роботизированной трансмиссией типа DSG и механикой. Ну а остальные безальтернативно получат подобный автомобиль с роботизированной трансмиссией DSG. DSG с немецкого расшифровывается как Direct Schalt Getribe, то есть коробка с прямым переключением передач. Конструктивно DSG это так называемый преселективный робот. Не надо путать эти трансмиссии с примитивными однодисковыми коробками на таких автомобилях, как Toyota Corolla или, например, Lada Vesta. По езде данная трансмиссия отличается от автоматической коробки в основном только в лучшую сторону. Эти трансмиссии позволяют обеспечивать практически бесперерывную подачу мощности от двигателя на колеса, практически не расходовать время на переключение, которое здесь происходит очень быстро. И вообще позволяют вам ездить как достаточно напористо и агрессивно, так и плавно потихоньку. При этом дают достаточно скромные цифры расхода топлива. Касаемо маркировок трансмиссии на Skoda Kodiaq устанавливались коробки DQ250 и DQ500. К моменту, когда они добрались до Kodiaq, большая часть всех детских болезней уже была вылечена. И в настоящее время, при условии, что вы будете использовать автомобиль все-таки избегая, например, экстремального бездорожья или постоянных отжигов по трассе газ в пол, эти коробки способны будут выходить порядка 170-200 тысяч километров до момента, когда им понадобится обслуживание. В виде, например, замены компонентов сцепления, либо ремонта мехатроника. Масло в данных трансмиссиях подлежит замене раз в 60 тысяч километров пробега, так же как и в автоматической трансмиссии. Если вы покупаете Skoda Kodiaq на полном приводе, то имейте в виду, что в многодисковой муфте Haldex, которая отвечает за подключение в работу задней оси, также нужно менять рабочую жидкость. Она там специальная, также в муфте есть свой отдельный фильтр и интервал замены всего этого. Если вы хотите, чтобы ваш полный привод исправно работал долгое время, это 20-30 тысяч километров пробега. Ну а теперь поговорим про ходовку. Ходовка на Skoda Kodiaq получилась достаточно жесткая, по-европейски жесткая, в угоду управляемости. Скажем так, на хороших дорогах вы эту жесткость не почувствуете, но при езде по разбитым направлениям это будет, скажем так, не самый комфортный в плане мягкости ходовки автомобиль. Зато данная ходовая часть получилась весьма и весьма крепкой. Сделано тут все достаточно основательно, достаточно взглянуть хотя бы на то, какие размеры здесь имеет эластичная муфта кардана. Что касается принципиальной схемы исполнения, подвеска спереди у нас типа MacPherson, а сзади многорычажка. Надо отдать должное концерну ВАГ, но, например, нижние шаровые опоры в данном случае выполнены съемными, и менять весь рычаг при необходимости заменить шаровую вам не придется. Хотя большинство владельцев этих автомобилей еще вряд ли столкнется с заменой шаровых, в частности пробег на нашем экземпляре 32 тысячи километров. По статистике, как правило, владельцы Шкоды Кадьяк крайне редко сталкиваются с необходимостью что-либо делать в ходовке до пробега хотя бы около 120 тысяч километров. И даже такой типичный расходник для некоторых других марок автомобилей, как стойки и втулки переднего стабилизатора, на этих автомобилях выхаживает под сотню тысяч пробегов. Также у тех, кто активно эксплуатирует кроссовер на не очень хорошего качества дорогах, могут к 150 тысячам километров попроситься на замену амортизатора. Единственное, что на этой машине выбивается из общей картины большого ресурса, это колодки. Колодки на Кадьяке придется менять раз в 20-30 тысяч километров пробега в зависимости от стиля вождения, ну и, конечно, качества тех колодок, которые вы будете сюда устанавливать. Что касается рулевой рейки, самого дорогого компонента любой ходовки, в данном случае пока нареканий к ним нет. Возможно, данная статистика изменится, когда большая часть Кадьяков перевалит рубеж в 200 тысяч километров пробега хотя бы. Возникающие на некоторых экземплярах люфты и стуки, как правило, еще решаются регулировкой. А теперь выводы по модели в целом. Skoda Kodiaq это вполне конкурентоспособный современный кроссовер. Данный автомобиль сочетает в себе достаточно интересное предложение. Это семиместный семейный кроссовер с достаточным клиренсом, если не заморачиваться выездами на бездорожье. Достаточно экономичный в городском цикле, даже с двухлитровым бензиновым агрегатом. И при всем при этом очень насыщенный опциями. Так что, по большему счету, каких-либо противопоказаний к покупке подобного автомобиля нет. И если вам позволяет бюджет, смело берите. Данный автомобиль может вас приятно удивить своим сочетанием потребительских качеств. Ну, вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас есть или был Шкода Кодьяк, и вы проехали на нем уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, обязательно указывайте это в комментариях. Ведь людям, которые смотрят себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр, хорошего дня, пока!